Здравствуйте дорогие друзья! Вышла шестая бета iOS для разработчиков, в пятой ничего нового не было. В этом видео затронем вопросы производительности, поговорим о финальном релизе прошивки, а также вы узнаете хорошие новости от Тима Кука. Устраивайтесь поудобнее. Обновление не принесло новых функций, а работа инженеров Apple была как всегда завуалирована сообщением об исправлении багов и фоновых улучшениях. Полный список изменений на экране, кому интересно потренироваться в переводе нажмете паузу. После обновления освободилось чуть больше 900 мегабайт не лишнего пространства, по крайней мере на десятки. Видимо очистился кэш. В синтетических тестах, что в Geekbench 4, что в Antutu незначительные изменения в очках можно списать на погрешность. Появились и полевые тесты. По сравнению с финальным релизом iOS 11.2.2 какие-либо изменения в скорости работы заметны на iPhone 5s. В целом операционка стала работать чуточку медленнее и пока до финального релиза и точных тестов обновляться владельцам этих трубок я настоятельно не рекомендую. На iPhone 6 скорость работы практически идентичная. Если какие-то штатные программы и запускались на старой прошивке быстрее, то это доли секунд. На остальных моделях iPhone без изменений. Финальный релиз iOS 11.2.5 скорее всего состоится одновременно со стартом продаж беспроводной умной музыкальной колонки. По данным из источников первый миллион HomePod уже отгружен и направлен в магазины США, Великобритании и Австралии. По информации источника задержка в производстве была вызвана настройкой программной и аппаратной связки. До конца года Apple планирует продать 10-12 миллионов устройств. А в комментариях отпишитесь, нацелен ли кто-нибудь приобретать HomePod или за эти деньги лучше обратить внимание на что-нибудь другое. А еще Тим Кук дал интервью на основному изданию ABC News, в котором заявил, что уже в следующем месяце в настройках iOS появится переключатель, который позволит отключить опцию понижения производительности iPhone с деградирующими батареями. В таком случае смартфон не будет защищен от самопроизвольного выключения на морозе и при повышенной нагрузке при низком заряде аккумулятора. Правильное решение Тим. Пусть пользователи сами выбирают то, что им важнее и приоритетнее – стабильность или производительность. В определенные моменты тогда все будет по-честному. Также в следующем месяце в настройках новой прошивки по-видимому это будет iOS 11.3 появится больше информации о состоянии батареи и соответственно степени ее деградации. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Не забывайте подписываться и ставить колокольчик, чтобы не пропускать самые интересные и важные новости из мира Apple. До скорых встреч, увидимся в следующих видео, пока-пока.